Как вы, наверное, слышали, Армения с возмущением комментирует высер Михаила Леонтьева, по-другому это назвать нельзя, но это, знаете, есть такой маленький человек, такой карлик. Вообще, сейчас время карликов в России, вот обратите внимание, люди метр пятьдесят, метр шестьдесят захватили власть. Ну, Михаил Леонтьев, понятно дело, человек, страдающий алкогольной зависимостью, он вообще отличается небольшим умом, но интересно вот что, что в этой передаче, кстати, мне ссылку на эту передачу дала моя подписчица, за что ей благодарен, она просила, чтобы я откомментировал ужасающие реплики, которые там прозвучали. Я никогда не слышал ни одного выступления «Комсомольской правды», и у меня, конечно, как у любого нормального здорового человека, просто волосы встали дыбом от того, что я слышал. Я вырезал некоторые места, самые яркие места выступлений, и я думаю и утверждаю, что вот эти граждане, граждане-пропагандисты в данном случае, они не вполне здоровые психические люди, и поэтому я так назвал свой ролик. И самый агрессивный империалист, вот этот, который готов всех утопить в крови, зовут его Михаил Юрьев, он постоянный ведущий на радио «Комсомольской правды», мало того, что он с Михаилом Леонтьевым и Анатолием Кузичевым, вот эти троица, вели аналитическую передачу глав радио. Он еще в 2016 году получил свою отдельную программу «Юрьев день» на радиостанции «Лайв звук», ну и постоянный ведущий аналитического шоу, вот как у них здесь подписано, главное аналитическое шоу страны, главная тема на радио «Комсомольская правда». И что еще нужно отметить, что «Комсомольская правда» это одна из самых крупных радиостанций в этой стране, вот буквально в этом году она побила очередной рекорд, слушает его порядка 300 тысяч москвичей, еженедельная аудитория радиослушателей в столичном регионе, только в столичном регионе составляет 763 тысячи человек, то есть чуть меньше миллиона еженедельно слушают вот эту радиостанцию, она это находится на нашей планете, 21 век, одни из самых популярных ведущих в этой стране, несут. Я даже комментировать это не буду, потому что бессмысленно это комментировать, вы просто послушайте, я думаю у вас не останется ни малейшего сомнения, что вами пытаются манипулировать психически нездоровые люди. Мы-то тем более стараемся не обострять, ни в Грузии, когда нам ничего не стоило оккупировать всю Грузию, ни Украину, хотя ну уж она все делает для того, чтобы вывести... Это неправильное слово, но надо было добиться военной победы над военным противником, и уже после полной военной победы дать возможность, грубо говоря, грузинскому народу как-то самоопределять. Грузинскому, в скобках, украинскому, там и так далее. Да, 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 действительно, да, ну я под словом, собственно, оккупировать не имел в виду, но всегда, хотя тоже интересная мысль. Так вот, между государствами, особенно между сверхдержавами, конфронтация это не уличная драка, она должна кончаться уничтожением одной из сторон. То есть ты хочешь сказать, что Корея обязана уничтожить Соединенные... Корея это кусок... Неплохо было бы, конечно, поручить. Неплохо, так сказать, мне дотрать до Корею. Не, ну Корея не собиралась до конца. Ты сейчас в данном случае говоришь от имени, мотивируешь корейское руководство, что оно слило, потому что им надо было уничтожить Соединенные Штаты и умереть. Может быть, но не сдаваться, пока ты полностью не победишь. Никаких признаков сдаваться. Либо это должна быть страна-изгой. То есть отмороженная до конца, настолько отмороженная. Вот как подросток во дворе, маленький, щуплый, но ты с ним лучше не связываешься, потому что ты ему скажешь, типа, грубое слово, а он тебя прнет ножом. Я такой был. Вот, четыре раза прнет, а потом окажется, что он погорячился и вообще не расслышал. Я расскажу историю вам очень коротенькую. Есть какие-то права у людей. Когда я был маленький, ну лет, может, там, 10 мне было вот так вот, меня там побили один мальчик, которому был лет 12 во дворе. Зарезал, что ли? Нет, побил просто. Нет, а ты-то зарезал мальчик? Нет, я ничего, но я не мог ему ответить, я был меньше, к тому же он был с компанией там. Короче, я когда... Травил. Короче говоря, я пошел, у нас рядом была стройка, нашел там обрезок трубы водопроводной, спрятал его сзади за штаны. Подошел к ним, они видят, ну один там ничего, так сказать, подошел, говорю, тот издеваться к меня спрашивает, ну как? Я говорю, нормальный, бабах его этой трубой по лицу, 18 швов наложили. После этого меня во дворе вот по крюком обходили все, так сказать, просто вот... Так вот я к чему говорю? А если бы я достал эту трубу и так видел, мол, трубу, ну меня бы ее просто отобрали и побили бы уже сильно. Вот, значит, что касается того, что там произошло, ну то, что там происходит маразм, это совершенно очевидно. То, что этот маразм пока происходит в формах, которые у отдельных людей вызывают нечеловеческое восхищение и зависть, потому что кто же видел такой красивый маразм? Никто пока никого не зарезал, не бил и даже не сильно побил. Это то же самое, что объединяет армянскую историю со всеми так называемыми цветными, нецветными и всякими арабскими веснами. Кстати, она больше похожа на арабскую весну, нежели чем на, предположим, Майдан сейчас, да? Это скорее Каир. А чем, 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 поясните? А тем, что, значит, люди устали, в первую очередь, от хреновой экономики. Сейчас, да? Это скорее Каир. А чем, 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 поясните? А тем, что люди устали, в первую очередь, от хреновой экономики. Послевоенным временем, когда рождалось нынешнее устройство, я прошу не забывать, что тогда у Америки было абсолютное экономическое доминирование в мире. 50,1% ВВП мира. У них был золотой запас просто всего мира практически. Даже производство. Больше половины мирового ВВП. Это, правда, было всего два года, но было. Абсолютное доминирование финансовое, о котором говорит Миша. Абсолютное тогда было доминирование научно-технологическое. Абсолютное. После разгрома Германии, абсолютное. Но при этом еще надо иметь, что наша часть мира, она была вырезана из системы экономического господства. И поэтому... Тоже верно. Если посмотреть их роль в своей части мира... То она была не 50, а 99. Там просто никого не было. Просто кроме них. А сейчас ничего этого нету. Остался один страх. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Нельзя за человеком даже такого странного бэкграунда, как северокорейский диктатор отрицать его желание облегчить экономическую ситуацию и воспользоваться открывшимися возможностями, в том числе и для того, чтобы население там чуть больше жрало. Да, то это тоже, поскольку не хватает. Но мне кажется, в Северной Корее экономика это антонимы. Что? Во всяком случае, Янукович, как экономический управленец... Украина не существовало вообще и не существует сейчас. На момент... На момент. На любой момент. Но там, правда, еще поработали. Украина это кусок дерьма была, есть и будет. Друзья, я предлагаю сейчас... Все-таки, единственным гарантом выживания армянского народа является Россия. Но не более того, потому что уровень тупости, кретинизма, значит, вот этой публики, которая стоит за вождем нынешнего протеста, я не знаю, может быть, у него в голове неизвестны никому какие-то очень интересные и сложные планы, да? Но уровень и степень его претензий и амбиций, они ничем не лучше того, который был у деятелей Майдана, да? ФСБ за четыре дня нейтрализовало 26 участников банд-групп. Деятельность террористов пресекли на территории Дагестана и Татарстана, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Как отметили представители ведомства, руководство, деятельность всех ячеек террористических организаций, планирование и подготовка нападения, а также пропаганда велись через Телеграм. Для того, чтобы остаться в живых, у тебя есть другие альтернативы, кроме как умереть на своем посту, не уходя с него до смерти. Кроме Франции. Да я говорю про нашу часть света, а ты мне про странство победивших. Если я говорю, что в Франции принято расправляться через некоторое время над политическими деятелями. Ну я же не про страну победивших геев говорю, я же про нашу часть света. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, что меня часто наши слушатели упрекают в том, что я слишком поддерживаю Путина. Так вот я Путину готов многое простить за то, что он точно зальет кровью улицы и никогда не даст себя сверкнуть. И если бы он со всеми его недостатками, с мощными экономическими успехами, которые при нем демонстрирует наша страна, с практически, но не до конца изжитой коррупцией и так далее. Но если бы он был на месте Николая Второго, никакой революции бы не было. Ни февральской, ни октябрьской. Это правильно. Зато в историю вошла бы февральская баня. Баня, как вы догадывались, не финская, а кровавая. Так вот, соответственно, и вот нервы, как говорится, не выдерживают. А бывают правители другого типа, которые говорят, хорошо, хорошо, как Акела, пусть вы меня и замочите, но я залью кровью весь город и всю страну. И тебя, сука, вот кто рвется к власти, ты живой до нее, точно не доберешься. Даже если твои последователи, может быть, меня и сбросят. И, видя это, это на самом деле лучшие рекарства против кровопролития. Потому что, видя это, народ и думает, ну и вон нахрен, все равно легкой прогулки в рай верхом кое на чем не получится. Давай. А в случае, если это произойдет, я сейчас, пусть меня не проклинают мои друзья армяне, с крайним цинизмом скажу простую вещь. Значит, если Армения, Ашинян заявил, это стандартная формула, знаешь, вот как я ее слышу, хочется дать морду, да? Я не про американский политик, я не про российский политик, я про армянский политик. Но это само собой. 20 копеек, все, значит, сука хочет сдать. Я считаю, что великая держава никогда не должна отдавать то, что ее. Та земля, которая была ее, она должна, как бы, оставаться навсегда ее. И если какие-то ее части этой земли стали независимыми, их следует рассматривать как временно бунтующие провинции, возомнившие о себе. И никак по-другому. Я рассматриваю Россию как сверхдержаву. Колониальная держава, это держава, которая должна подчинять себе и править теми народами, которые она считает менее развитыми, чем она, так сказать. А сверхдержава, начиная с Римской империи, это та, которая должна, по божьему замыслу, править всеми народами, включая более высокоразвитыми, чем она сама. Но если так, то что нам стесняться? Произошла где-то цветная революция, два полка высадить и утопить в крови, раз у них у самих духу не хватает. И не надо бояться, что скажут на Западе. И не надо бояться, что сами эти народы скажут. Насилие это такая вещь, что если ты его делаешь, то делай его с избытком. И тогда никаких голосов протеста не будет. На полдороге нельзя обстановить. Но и на территории закавказских народов, я думаю, что такой род действий, как я сейчас описал, среди российского народа вызовет волну солидарности. Ну, антироссийское настроение – это защита права на проституцию. А я буду, грубо говоря, продаваться тому. Ведь идея идет, что значит незалежность украинская? Что значит антироссийские, условно говоря, настроения в Армении? Это значит, что я буду лизать жопу ту, которую я считаю вкуснее. Там может быть ошибка. Думал, что вкуснее, а на горчице намазано. Но ты-то считаешь, что твое неотъемлемое право – лизать более сладкую жопу. А горькую русскую жопу лизать не надо больше. Потому что она горька, эта жопа. Вот все. Мишка, сейчас это уже не совсем так, как это было, условно говоря, там 10-15 лет назад, когда мы просто всех кормили. Нет, согласен. Причем будучи в состоянии гораздо менее собранного. А сейчас мы кормим не всех. Сейчас мы кормим Белоруссию. Сейчас мы кормим Белоруссию. Да, но только это по объему больше, чем раньше всех. Поэтому, по абсолютным величинам. Поэтому я как бы считаю, что кормим. Я скажу, не растекаясь мысли по древу, наверное, Миша к этому может и добавить что-то другое. А я скажу так. Я не согласен с этой политикой. Не потому, что я считаю, что не надо кормить. А потому, что я считаю, что надо сначала заставить поцеловать сапог. Заставить. Я слежу за своим языком. То есть силой заставить. А после этого уже кормить. Но! Без всяких но, господа фашисты Юрьев и Леонтьев, за час с небольшим на одной из самых крупных радиостанций в России, успели наговорить следующее. Необходимо было оккупировать Грузию. Нужно было поручить Корее уничтожить Соединенные Штаты. Вообще было бы неплохо, если бы кто-то уничтожил Соединенные Штаты. В Армении происходит маразм. Население в Корее не должно было больше жрать. Очень жаль, что Ким Чен Ын пошел на сделку с Трампом ради еды. Украина – это кусок дерьма. Россия – гарантия выживания Армении. Народ, следующий за Пашиняном, – это тупые кретины. Цитата. «Тупизм и кретизм поддерживающих Пашиняна такой же, как на Майдане». Франция – страна победивших геев. Макрон – внематочный президент. Саркисян должен был залить кровью всю страну. Он этого не сделал. Жаль, он слабый политик. Если Пашинян говорит, что он армянский политик, значит, сука хочет продать. Не уточняют, что продать, но продать хочет. Россия не должна была отдавать свои земли. Россия должна править всеми народами. Даже, внимание, цитата, более развитыми народами. На территории Кавказа русское население ждет освобождения. Антироссийские настроения – это проституция. Надо лизать русскую жопу. Правда, она горькая. Если у вас есть альтернатива лизать горькую жопу или сладкую, вы все равно должны выбрать горькую, потому что она русская. Россия кормит Белоруссию. Все народы, которые хотят, чтобы их кормила Россия, должны прежде поцеловать российский сапог. При этом поцелуй должен быть насильственным. Ну и я надеюсь, вы обратили внимание на ту новость, которую я выделил из многочисленных новостей, идущих в течение этого эфира. Новость была следующим, если вы вдруг не заметили. В месседже Телеграм планировали, пропагандировали и создавали 26 бандформирований. Если все, что вы услышали, вам показалось маразмом, не удивляйтесь, это всего лишь Россия. Это всего лишь самая крупная радиостанция. Это всего лишь одни из самых крупных российских теле- и радиоведущих. Эта страна существует сейчас на нашей планете в 21 веке. И у этой страны есть ядерное оружие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok